Всем здравствуйте! По многочисленным просьбам коррекция на трамплиновидные ногти. Ногти растут вверх. И первое, что нужно сделать, это как и в обычной коррекции, это снять старое покрытие с толстой кукурузкой, керамика или твердосплав. Если в обычной коррекции, где ногти растут вниз, я ничего не снимаю с кончика, то здесь наоборот, мне нужно опустить взлетевший кончик вниз по максимуму, насколько это возможно. Я снимаю полностью все покрытие до тонюсенькой подложки натуральных ногтей. Ничего не оставляю на свободном крае. Вот и уже более-менее приличное направление у них. Дальше, как обычно, по ушерам отодвигаю кутикулу. Алмазной фрезой для маникюра на 15 тысячах оборотов. Щечкой фрезы одну сторону. Сначала приподнимаю кутикулу, зачищаю под ней птеригей и шлифую натуральную отросшую зону. валики сразу. Переключаю реверс. И теперь другой щечкой по левой стороне. нам нужно, чтобы кутикула приподнялась, отделилась от ногтевой пластины и не мешала выкладывать искусственный материал. Следующий этап это праймер. У меня кислотный праймер Коди. наношу его только на натуральный ноготь. Здесь-то совсем маленькая площадь. И не ускоряем процесс. Праймер должен сам впитаться, приподнять чешуйки ногтевой пластины и обеспечить сцепление с искусственным материалом. Следующий этап это база. Каучуковой базой Патриса я запечатываю натуральный ноготь. Зачем я это делаю? Почему каучуковой базой я объяснила в своем видео 5 этапов от отслойок. Ссылку оставлю в описании. Можно успеть сразу на несколько ногтей, чтобы не растеклось. И промежуточная просушка 10 секунд. Общая просушка 30 секунд. Дримлайн камуфляж бежевый. Патриса. Начинаем строить ногтевое ложе. У нас будет френч-выкладной. Также сначала строим бортик. Ногти очень маленькие сами по себе, поэтому тут бортик сразу практически вся длина ногтевого ложа. вот. Высокий бортик интересует. И промежуточная просушка 30 секунд. Второй этап. Выкладываю шарик геля, толкаю строго на базу. За пределы базы не выхожу, с натуральным ногтем не контактирую. Запечатываю бока и выравниваю с кончиком, с улыбочкой. Кончик торчит вверх, значит, мы должны немножечко приподнять зону апекса. Вот. Убрать внимание все с кончика и приподнять эту зону. И сушим 2 минуты. Липкость сняла. Теперь кукурузкой керамика или твердосплав выпиливаю улыбки. Длина очень маленькая, поэтому тут неоткуда взять глубокую улыбку. Здесь она более горизонтальная. и можно прям продавить натуральный ноготь вот здесь. Он торчит вверх, а я его пытаюсь спилить. Дорабатываю пилочкой за бочок вид сверху чуть-чуть сужаю. Шлифую кончик улыбки для стопроцентной четкости улыбки. придаю более четкую форму. в усики тщательно заезжаем. вот вот что мы в профиль получили. как бы задали направление правильное. приступаю к остальным ногтям. Дальше будем выкладывать уже зону френча. Здесь понадобится гель желе, потому что мы будем прям на весу вытягивать параллели, которых не хватает. и жидкий гель просто растечется по пальцам. Дримлайн конструирующий белый от Патриса. Он густой. Вот как крем очень удобный. Закладываю сначала центр. Я могу прямо сейчас на весу вытянуть длину. Ногти я там пропилила до состояния как пепел. Их там практически нет именно по центру. Можно увидеть какие они тонюсенькие здесь. Так, это будет первый этап. Вот что в профиль. Сушим. Второй и последний этап это бока, усики и параллели которых нет. Ногти идут на взлет и нам нужно искусственно вот сюда вытянуть параллели. Поэтому нам и нужен густой гель, чтобы он не стекал, а держал форму. вот у нас появляются нижние параллели. И все белые гели я сушу не меньше трех минут, потому что белые сохнут плохо. Сейчас проверим высохнет ли этот гель за три минуты без перемешивания с прозрачным. сушим. Сняла липкость и теперь опил. Сначала помогу себе фрезой выровняю две этих зоны, опущу торчащий кончик и доработаю пилочкой. отодвинула, отодвинула, завожу пилочку за усик и вид сверху. Параллель. Видна лишняя толщина в боках. Натягиваю валик и вот полукруглыми движениями осторожно зашлифовываю бочок. Скручиваю ноготь в трубочку. с другой стороны. Кутикула так как здесь есть отступ пилочка сюда отлично заезжает и зашлифовываю на нет переход чтобы он не был заметен ощутим не цеплялся не мешал и шлифуем всю поверхность пилочка ровно вот так вот профель посмотрим свободный край и нижние параллели проверяем чтобы не было никаких руброшек отлично еще чуть-чуть сузить отлично еще чуть-чуть ну и наш вид в профиль остается свободный край немножко привести в порядок толстенькой фрезой я придаю аркам лучший вид за три минуты белый высох но слой здесь очень тонюсенький поэтому при стандартной коррекции я думаю что все равно нужно его мешать с прозрачным дорабатываю обратную сторону тоненькой кукурузкой выглаживаю все изнутри натуральный ноготь тоже ушел потому что я оставила его очень тоненьким я спилила его по максимуму при подготовке и вот сейчас я его убираю изнутри переключаю реверс и в другую сторону после фрезы я всегда прохожу спилочкой по торцам и остается разобраться с кутикулой еще раз приподнимаю ее срезаю ножничками и шлифую силиконовым шлифовщиком 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 Перед топом еще раз промазываем каучуковой базой оставшийся миллиметр натурального ногтя, отступ который мы оставляли. Просушиваю и покрываю топом. Топ без липкости патриса. Если нашли пузырек в камуфляже, иголочкой его прокалываем. Топ туда заходит, и его становится не видно. Топом покрываем с обеих сторон. Сушим. Готовый результат. Конечно, мы не исправим того, что вверх они растут, но временно можем немножечко поменять их направление. Параллели мы назад вернули. В общем-то, неплохое преображение. Если вам было полезно мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok